Всем привет-привет! Вы на канале VODKA.SN, канале, на котором каждый день публикуются свежие видео по танкам. Если в игре что-то появляется, вы сразу можете на этом канале смотреть обзор, причем абсолютно честный. И как я говорил в вчерашнем видео, появилась сегодня рулеточка на одну из самых лучших машин 10 уровня, Karo 45 тонн. Поговаривают по поводу того, что данную машину просто смердски занерфят, но и она превратится в хламину. Нет, ребят, если вы посмотрите мое видео, в котором я обсуждал вместе с вами технические характеристики, которые будут меняться, то обратите внимание, что Karo прям настолько хуже, чтобы умереть не станет однозначным. И продолжит имбовать на своем 10 уровне. Обладает великолепным орудием на 4 снаряда с системой дозарядки. Причем эта система дозарядки действительно толковая. И если отыгрывать от первых двух снарядов, ну а точнее от снаряда 4 и 3, то на машине можно делать просто великолепные результаты, как по фрагам, так и по количеству настрелов. Я о Karo мечтал долгое время, и когда он мне выпал, я прям из трусов от радости выпрыгивал. Ну и соответственно, крутить рулетку на основном аккаунте не вижу никакого смысла, потому что Karo у меня есть, а получить за него компенсацию 7500 голды прокрутив рулетку на полную не вижу абсолютно никакого смысла. Гоняться за легендарным внешним видом для данной машины опять-таки на основном аккаунте тоже смысла никакого нет, потому что шанс выпадения 0.26, ну а на саму машину 0.12. Короче говоря, скорее всего преобладающее большинство игроков получит себе машину и легендарный внешний вид приблизительно на последних прокрутах. В отношении стоимости рулетки, я предполагал, что рулеточка будет стоить в районе 25 тысяч, ошибся на пятерку. Дело в том, что 18 прокрутов обойдутся вам в 29 225 голды. Если машину заберете себе на 16 прокруте включительно, то бишь за два последних прокрута, на которые, как правило, придутся, как я уже сказал, танк и легендарный внешний вид, то за 16 прокрутов отдадите 22 475, и я считаю, что это вполне нормальная цена за данный танк, плюс за те плюшки, которые получите, прокручивая рулетку. Ну а 17 прокрутов обойдутся в 26 725 голды. Тоже, можно сказать, ценник плюс-минус приемлемый за такую тачку. Что меня порадовало в данной рулетке? Порадовало то, что шлака сюда положили минимальное количество. Сюда положили песочных контейнеров, три раза по три штучки. Положили сюда анимированный аватар, который навряд ли кого-то заинтересует. Ну и есть еще вот этот обвес, который кому-то нравится, кому-то нет. Есть черные ящики, из которых можно будет часть голды себе компенсировать. Не сильно много мега-контейнеров, ну а если быть точным, то всего лишь один и два мистических контейнера. Также стоит отметить, что сюда положили европейские контейнеры, из которых можно достать себе одну из вполне себе годных тачек. Ну, не считая некоторых машин, по моему скромному мнению, не стоит особого внимания. Шкода Т45, которую в свое время раздавали абсолютно бесплатно. Тот же самый Транваген, который не является интересной машиной на своем уровне и просто играется без получения какого-то отдельного удовлетворения от самого геймплея. Ну и плюс к тому, можно получить себе легендарные внешние виды и каких-то бустерочков. Короче говоря, если в целом говорить о данном наборе, то понятное дело, что 29 225 голды, если бы вот это вот все просто продавали в виде набора, я бы брать не рекомендовал. Но рискнуть достать себе коро 45 тонн, я бы все-таки вам посоветовал. Также посоветовал бы вам сразу поставить себе определенную границу, дальше которой вы не будете заходить в данной рулетке. Суммарно 18 прокрутов, поэтому я бы рекомендовал пройти хотя бы прокрута Эндек до 8, а там дальше смотреть, что вам вернется. Если будут выпадать черные ящики и частично компенсировать вам потраченное золото, то можно еще немножечко поиграться в рулеточку. Ну что, ребят, погнали, попытаемся достать машину. Стоит отметить, что на данном аккаунте у меня, по-моему, то ли 4, то ли 5 танков и не выше 5 уровня, которые я просто прокачивал. Для того, чтобы покрутить рулетку на данном аккаунте, я специально отыграл 15 боев, для того, чтобы рулетки у меня все-таки появились. А голду в свое время достал из одного из контейнеров, который позволил себе купить. Мистический талисманчик получаю, первый в истории данного аккаунта. И едем дальше. 100 золота. Ну давай, удиви меня. Удиви меня, коро 45 тонн. Сделай так, чтобы мне писали комментарии о том, что разработчики даже этот аккаунт мне подкрутили из многих десятков аккаунтов, которые у меня есть. Открываем дальше. Следующий контейнер. Песочные контейнеры раздражают меня, ребят, по полной программе. Ничего толкового. Дешманские бустеры, а шанс выпадения сертификата ничем не больше, чем из мистического контейнера. Хотя там хотя бы тачку можно нормальную себе за мистический сертификат получить. 200 золота. Вообще планирую сливать голду прям до упора. Солью полностью все, что есть на данном аккаунте в попытке достать себе главную награду. Надеюсь все-таки ее получить. Ну а больше всего расстроюсь, если на данном аккаунте получу легендарный внешний вид, а на основном аккаунте продолжу быть счастливым обладателем самого коро 45 тонн. Следующий контейнер. И здесь у нас опять в очередной раз большое ничего. Едем дальше. Меня пока радует факт того, что дешманские награды выпадают за не так уж и дорогие прокруты. Вау! Европейский контейнер! Ну что? Будет тачка! Давай! Давай мне танк! Дай танк, зараза! Хе-хе-хей! Нету! Нету танка! Ладно, едем дальше. 425 голды! Пока, ребят, ухожу просто в минус. Как вы видите, черные ящики не выпадают. Выпадают контейнеры в песочницу, из которых я ничего не получаю. Я, в принципе, буду даже все это дело просто скипать, потому что не вижу никакого смысла тянуть интригу в том, где интриги нет. 550 с золотом. Ну, слушайте, обидно. Пока обидно, пока ничего толкового. Наконец-то! Наконец-то! Черный ящик! 400 с золотом моя ставка! И-е-е! Она не срабатывает! 300 голды! Ну, 300 лучше, чем вообще ничего. 750 с золотом. Давай, родимая! Давай, родненькая! Давай! Ах ты ж, блин! Иксы, которые я не планирую использовать на данном аккаунте. В целом, данный аккаунт использую исключительно как аккаунт главы клана, одного из восьми кланов Альянса Кланов ГСН. Ну и в целом, в данном случае, для того, чтобы для вас специально покрутить данную рулеточку, буду благодарен, если поставите лайкос. Стараюсь специально для вас, пытаюсь показать вам все таким, какое оно есть на самом деле. Ну и в целом, показываю, что при каких вероятностях может вам выпадать, если ваше везение находится на том же уровне, на котором находится и у меня. Ни хрена у меня не подкручен данный аккаунт. Черный ящик. Открываем. Открываем черный ящик. Здесь получаем 200 с золотом. Маловато будет. 50% от максимальной награды из первого ящичка. Точнее, из ящичка первого уровня. Теперь была максималочка. 400. 400 с золотом. Но прокрут явно не окупается. Еще 400. Окей. Забираем. 1550 голды. Если я правильно помню, то у меня даже наполовину рулетки не хватает. Золото на аккаунте для того, чтобы можно было докрутить хотя бы до половины. Но не хватает, да и не хватает. 1850 голды. Вообще, для меня лично, КРО 45 тонн стоит того, чтобы рисковать. И стоит того, чтобы крутить рулетку. Потому что тачка действительно годная. Я на ней играю довольно часто. Я просто балдею от орудий с системой дозарядки. Получаю от них максимальное удовольствие. Ну вот, в принципе, и все. 2450 голды. Следующий прокрут. Куда я дошел? До 13 прокрута. На 14 прокрут, понятное дело, у меня не хватит золота. Пальцы крестиком. На ногах, на руках. Молюсь всем богам варгейминга. Понимаю, что получаю сейчас, скорее всего, контейнер какой-нибудь. Ну и на этом, в принципе, привет. Возвращаю часть золота на место, откуда я его брал. 100 золота! 100 золота, ребята! Какой кошмар! 200 голды и контейнер второго уровня. Ребят, могу сказать только одно. Вот все вот эти рассказы по поводу того, что на свежих аккаунтах, на которых вы не играете, вам игра подкручивает и дает вам больше, нежели кому-то другому. Это все чос. Самый, что ни на есть, натуральный, потому что, повторюсь еще раз, на этом аккаунте я не играю. Я сыграл 15 боев для того, чтобы просто получить доступ к рулеткам. И при этом всем, ребят, я первый раз вообще рулетку здесь кручу. Теперь смотрим так, чтобы ко мне не было каких-то вопросов. Вот моя игровая статистика. 15 боев на процент побед не смотрим. Понятное дело, что против ботов победить как бы вообще проблемы никакой нет. В отношении танков, которые у меня есть, как вы видите, да, немножко обманул. Говорил по поводу того, что у меня их сколько там? 5 оказалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 танчиков. Полностью свежий аккаунт. Вот у меня даже до сих пор есть вот эта вот миссия дойти до боев 7 на 7, сыграв 15 каточек. Так что, ребят, история по поводу того, что свежие аккаунты подкрученные, чтобы очень сильно везло, это не более чем сказки, в которые верить я вам не рекомендую. В отношении рулетки, ребят, могу сказать только одно. Решать исключительно вам. От себя лично могу сказать, что КРО 45 тонн не настолько сильно занерфят, как этого все боятся. Сама машина интересная, приятная. Ну а стоит ли сливать на нее 29 225 голды для того, чтобы гарантом ее забрать, пускай даже на последнем прокруте, здесь, ребят, принимайте решение самостоятельно. В моем случае я слил, грубо говоря, 10 тысяч золота, ну и, к сожалению, машину себе оттуда не достал. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю везения в этой рулетке, если собираетесь ее крутить, ну а самое главное, чистого сердца мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok